На антивоенном протесте в Лос-Анджелесе под одним зонтом украинка Александра и россиянка Мария. Александра уехала из Украины, спасая детей от российских бомбежек. Кочуем. И, конечно, очень сильно изменились. Такое внутреннее пустошение, потому что ты чем дольше находишься за пределами своей страны, тем ты начинаешь периодически рассуждать о том, что, господи, что будет дальше. Мария покинула Россию, тоже спасая своих детей. Но не от бомб, а от властей. И после очередной акции против войны ее едва не лишили родительских прав. Когда мы вышли в последний раз на пикет, пришли за моими детьми, органы опеки. И сказали, что если у тебя есть время ходить на митинги, значит нет времени заниматься детьми. Ну, в общем, мы буквально за один день собрались и уехали. Александра приехала в США по программе для украинских беженцев. Таких, как она, вынужденных бросить все и бежать тут более чем 250 тысяч человек. Мария перешла мексиканскую границу и, как тысячи ее соотечественников, попросила политического убежища. 24 февраля 2022 года навсегда изменила жизнь миллионов жителей Украины. Я боялась за жизнь своего ребенка. Это была главная причина, по которой я, как мама, должна была выехать из Украины. Перед глазами были фотографии убитых детей. Это было ужасно. Вот почему мы уехали. Но эмиграцию мы не планировали. Нам тяжело это далось. Спустя год беженцы из Украины все так же не могут говорить о войне без слез. Протест у здания мэрии Лос-Анджелеса организован украинской общиной. Кроме украинцев здесь также литовцы, армяне, белорусы и грузины. Несмотря на проливной дождь, они пришли поддержать Украину. Мы хотим поддержать украинцев, потому что они сейчас воюют фактически за нас тоже. За освобождение всех народов, которых колонизировала Россия фактически. Мы хотим поддержать наших украинских братьев. Появилась большая надежда, что вот с падением путинского режима наконец-то мы тоже освободимся. Я надеюсь, что Украина победит и даст волю угнетенным народам. Победа Украины даст шанс всем народам и всем территориям, которые когда-то оккупировала Российская Федерация, таким как Грузия, Украина, Молдова, в том числе Беларусь, моя родина, даст шанс оказаться свободными и победить. Еще один антивоенный протест к годовщине войны провели представители русской общины Лос-Анджелеса. Акции становятся все масштабнее, потому что россияне продолжают по сей день массово пребывать в Америку. Людям не все равно, и они потихонечку начинают принимать участие. То есть приходить из области, ничего не решить, от нас ничего не зависит. Приходить в стадию, да, я хочу присоединиться к митингу, я хочу присоединиться к какому-то движению антивоенному, выразить свою позицию. Роман и Елена уехали из России после того, как на них стали писать жалобы, оставлять у дверей записки с угрозами, а студенты Елены отказались ходить на ее лекции. И все это потому, что Елена и Роман высказывались против войны. Родные Романа живут в Украине. Они этнические русские, они ни разу не сталкивались ни с каким ни фашизмом, ни национализмом, ни с какой угрозой жизни, как это пытаются сейчас преподнести в новостях. Ну и когда случилось это безумие 24 февраля, соответственно, мой родственник встал на сторону Украины и защищает ее сейчас. Другой родственник из Орловской области, к сожалению, был мобилизирован и поехал на Украину защищать Россию. Не знаю от кого, но поехал. И, к сожалению, он погиб. Поэтому очень ужасно, что в одной большой семье воюют люди друг против друга. Нет войны! У многих протестующих на этой акции россиян в Украине есть родственники или друзья. И практически у каждого протестующего украинца на родине остаются близкие. И следующий раз – это еще одна роль.